С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 22 августа. День государственного флага Российской Федерации. Полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос стало официальным национальным флагом страны в 1991 году. Ну а впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Но у исследователей до сих пор нет единого мнения о том, как же были скомбинированы эти цвета флага. Ну а теперь о родившихся. 980-й год. В этот мир приходят Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Аль-Хасан ибн Али ибн Сина. Известный на Западе как Авиценна. Средневековый персидский ученый, философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Был придворным врачом саманитских эмиров и долемитских султанов. Некоторое время был визерем в Хамадане. 1741 год. День рождения Жанна Франсуа де Галула Перуза, французского мореплавателя. Он возглавлял кругосветную экспедицию, которая открыла пролив между островами Сахалин и Хоккайдо, названный его именем. Экспедиция пропала без вести, отплыв от берегов Австралии. 1858 год. День рождения Константина Константиновича, русского великого князя, внука Николая I, члена Российского императорского дома, генерала-адъютанта, президента императорской Санкт-Петербургской академии наук, поэта, переводчика и драматурга. Кстати, его поэтический псевдоним очень простой – К.Р. На некоторые его стихи написаны романсы. Сфинкс ощутил неземного создания прикосновения, И улыбнулся он, тайну пытаясь постичь искупление. Не от того ли, поведой пустыни, жилец одинокий, Не от того ли еще до сих пор отпечаток глубокий, Той неразгаданной тайны твои сохраняют черты, И через много веков еще все улыбаешься ты. 1862 год. День рождения Клода Дебюси, французского композитора, основоположника музыкального импрессионизма. В 1903 году родился выдающийся футболист Александр Старостин, один из основателей спортивного общества «Спартак». А в 1904 году родился Дэн Сяопин, один из лидеров коммунистического Китая. С конца 70-х годов прошлого века и до конца жизни, феврале 1997 года, это самая влиятельная фигура в руководстве КНР. Именно он превратил страну в экономического соперника самих США. Коммунист с 1924, младший соратник Мао Дэн при культурной революции и власти банды четырех дважды попадал в опалу. Но каждый раз снова поднимался до высших командных высот. Именно он выдвинул концепцию китайского социализма с отказом от ортодоксальных коммунистических доктрин в хозяйствовании и допущениям самого главного – свободного предпринимательства. Но, тем не менее, летом 1989 года Дэн не колеблясь, что называется, разогнал многодневный миллионный митинг на главной площади Китая Тяньаньмэнь, грозившей перерасти в сокрушительную китайскую перестройку. 1920 год – день рождения Рея Брэдбери, американского писателя-фантаста. Всемирную славу ему принесли сборники рассказов «Марсианские хроники» и роман «451 градусов по Фаренгейту», проданные по всему миру в количестве десятков миллионов экземпляров. Список его наград не подается перечислению. Среди них – национальная медаль искусств, премия Мирового общества фантастов и звезда на Голливудской аллее славы. 1939 год. Родился Сергей Козлов, советский детский писатель, сказочник поэт. Его наиболее известное произведение – книга и сценарий к одноименному мультфильму «Ежик в тумане. История о львенке и черепахе». События дня. 22 августа 1485 год. В Англии битвой при Босуорте закончилась длившаяся 30 лет война «Алой и белой розы», так названная по эмблемам соперничающих фамилий претендентов, кстати, на престол. Это Йорки и Ланкастеры. В решающем сражении Генрих Тюдор, дальний родственник Ланкастеров, наносят поражение войскам короля Ричарда III из династии Йорков. Тюдор же под именем Генриха VII становится основателем новой династии. Она правила Англии более 100 лет. 1663 год. Наш царь Алексей Михайлович издает указ о ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет. До выхода указа для фальшивомонетчиков была предусмотрена более суровая кара – смертная казнь, так как после начала выпуска медной монеты чеканка так называемых воровских денег приобрела невероятные масштабы. 1941 год. Сталин подписывает постановление Комитета обороны под номером 562 о введении водки на снабжение в действующей Красной Армии. Помимо красноармейцев и командиров на передовой, на водочное довольствие ставились также выполняющие боевые задания авиачасти и инженерно-технические подразделения обслуживания полевых аэродромов. На местах приказывалось назначать ответственных за правильное распределение водочных порций. Но потом этот указ был пересмотрен. 1946 год. В столице Норвегии, Осло, на знаменитом стадионе Бейшлетт, стартует первый послевоенный чемпионат Европы по легкой атлетике. На первенстве впервые принимают участие советские спортсмены. Всесоюзная секция легкой атлетики еще не входит в международную федерацию, но авторитет, победивший фашизм страны, столь высок, что организаторы проигнорировали формальность и просто пригласили спортсменов на чемпионат. В первом же виде программы чемпионкой станет советская спортсменка, толкательница ядра Татьяна Севрюкова. Вот уж были времена у наших легкоатлетов. 2014 год. Вступает в силу закон в народе, названный о монетизации льгот. По данным Министерства финансов России, до 2005 года только на федеральном уровне существовало около 120 видов льгот, которыми пользовались свыше 200 категорий получателей. Всего правом на льготы обладало, внимание, более 103 миллионов человек или около 70 процентов населения. Фактически данная реформа означала разделение всех льготных категорий получателей на региональные и федеральные. Полностью попытались монетизировать льготы с 1 января 2005 года только четыре региона. Вологодская, Тверская, Пензенская области и Татарстан. Ряд регионов оставили прежнюю систему натуральных льгот. Большинство же ввели смешанную форму социальной поддержки населения. То есть где-то льготы отменяются, добавляются новые или остаются прежние. Последнее. 1962 год. Покушение на президента Франции Шарля де Голля. Он едет с женой на Ситруэне, который сопровождает идентичная машина с агентами спецслужб и экскорт мотоциклистов спереди и сзади. В засаде находится 15 боевиков тайной военной организации, поставившей своей целью срыв политики де Голля в Алжире. Вооруженных автоматами, ручными гранатами и зажигательными устройствами со смесью, естественно, молотого. Однако президентские автомобили приближаются так стремительно, что террористы видят их, когда машина президента в том числе уже находится перед ними. Поднимается беспорядочная стрельба, в результате которой нападавшим удается пробить лишь переднюю шину президентской машины и заднее стекло. Единственным повреждением де Голля становится порез на пальце, полученный от смахивания осколков стекла с пальто. Всего известно о 31 документально подтвержденной попытке покушения на жизнь де Голля. А он жил и творил. И не только, кстати, для Франции. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».